Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня для всех женщин женского рода боли во влагалище могут иметь травматическое происхождение, но чаще всего западные медицины могут свидетельствовать о венерических заболеваниях, либо инфекционных заболеваниях, передающихся половым путем. Боль может быть сильная, тупая, острая, вяжущая от спазматического характера. Это очень отвратительное состояние. Да, женщины мне об этом говорили, очень много обращалось, женщин с этой проблемой, но иногда эту проблему не могут решить. Даже если там не обнаружено никаких инфекций. А боли преследуют. Прежде всего нужно знать, в каком состоянии три основных меридиана, три инских меридиана, это меридиан печени, меридиан почек, меридиан поджелудочной железы, они полностью контролируют гинекологию и все женские половые органы. Вот в каком состоянии эти три меридиана. Они могут быть воспалены очень сильно, их нужно расслаблять, они могут быть слабые, вялые, их нужно тонизировать. Но помните, все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему. У женщин, у мужчин то же самое, но сегодня женщина. Потому, в каком состоянии? Бывают меридианы до такой степени воспалены, а бывает такой бардак, а бывает диагностика перевернутая, бывает руки сами по себе, ноги сами по себе, лечат, лечат, антибиотики, колют, колют, хирургическое вмешательство было, а ничего не проходит. А почему? Потому, что в каком состоянии? Энергия инь и янь. Мы же не зря сказали инь. Вот вам, пожалуйста. Сердце тоже относится к энергии инь. Вот уже нужно знать, в каком состоянии энергия инь и янь. Три основных меридиана гинекологии тоже контролируются. Иньская энергия в каком состоянии? Потому, при всех болях во влагалище, любая женщина скажет, зачем мне знать инь и янь? Мне надо, чтобы не болело. Либо помочь. Пожалуйста. Вот вам рецепт. Точка С8 Шаофу расслабляется. Точка РП6 Санэнзяу расслабляется. Точки все ниже пупа расслабляются. Но вы не имеете права их постоянно злоупотреблять, расслаблять, только чтобы боль ушла. Вы должны помочь на первом этапе, потом провести диагностику 12 меридианов и эти меридианы восстановить как можно ближе к норме. Почему? Потому, что диагностики нету одинаковые у женщин, которые обращались с болями во влагалище. Нету одинаковых. У всех она настолько разная, что писать для каждой женщины это невозможно. Но данная информация вам в помощь. Данные точки расслабляются. Спасибо за внимание.